Михаил Шорохов прошел Великую Отечественную, поэтому в своем творчестве особенно красноречиво отразил все тяготы и лишения военного времени. И сегодня его картины не теряют актуальности. Работы человека, который прошел полностью всю войну, который на себе вынес все эти тяготы и лишения, был ранен. И потом, пропустив все это через себя, начал писать такие замечательные работы. Это, конечно, большое счастье. Эту выставку готовили к столетию мастера, но пандемия нарушила планы. Тот, кто действительно давно уже хотел его увидеть, приходит и спрашивает, сколько будет длиться и почему вдруг и как. Ну вот вдруг или как, не знаю, но выставка, я считаю, достойная, потому что работа у него, каждая работа на вес золота. В экспозиции 21 работа. Безусловно, тема войны основная в творчестве Шорохова. Но на выставке представили и другие его картины. Есть натюрморты, здесь пейзажи. Он полностью раскрыт в этой выставке. Ну, только единственное, что мы жалеем, что графика не выставлена. Но у нас еще впереди время есть. Мы еще и до графики доберемся. На открытии присутствовала дочь художника Татьяна Белова. Для нее особенно важно, чтобы молодежь знала и помнила о творчестве земляка. Чем дольше я живу, чем больше людей я узнаю, тем выше у меня образ моего отца. Он светлый и, ну, можно сказать, у меня такое святое, священное такое отношение к нему. Любовь и уважение к этому человеку. Полюбоваться работами Михаила Шорохова можно до 23 мая. Ангелина Яхонтова, Карина Волобуева и Алексей Еременко. События дня.